Приветствую вас на нашем канале. Ну вот закончим квартиру и выхожу на новый объект. У нас двухкомнатная квартира, большой коридор. Сейчас я покажу. Сейчас я вот закупился здесь, завез материал, завез инструмент. Парни опять мне привезли материал, клей, штукатурку, шпаклевка. Тут большой коридор, половина стен из гипсокартона, но стены, конечно, вообще, скажем так, не ахти. И не ровно причем. Уровень подставляешь и идет завал где-то, наверное, миллиметров 8. А здесь же двери будут стоять, поэтому здесь вот придется подвыравнивать где двери. Здесь вот, ну вот так вот, если визуально смотреть, в принципе, более-менее стенка ровная, хотя провила подставляешь, тоже перепады, в принципе, приличные. Но здесь будет штукатурка на вздир и шпаклевка два строя, стены под обои. Ну, кое-где, вот где под двери, вот эти вот места или где-то, марки какие-то будут, там буду подравнивать, там по маячкам. А основные стены, их просто подштукатуриваю, подшпаклюю. Ну, то есть на два слоя шпаклевки, а штукатурку я просто на раз протягиваю перед шпаклевкой, даже гипсокартон, потому что потом шпаклевку легче тянуть и штукатурка закрывает такие сроя, которые шпаклевка за один раз все равно не проходит и за два, ну, в принципе, тоже может не пройти. Поэтому всегда гипсокартон я вот на раз все-таки прохожу штукатуркой. Ну, полы здесь довольно ровные, в принципе, посмотрел, они, в общем-то, фактически идеально ровные. Я их, ну, ничего, наверное, с ними делать не буду. Здесь вот будет по квартире ламинат, а на кухне вот здесь будет теплый пол и кафель. Теплый пол будет кабельный и буду его вштрабливать в пол, потому что, чтобы не было перепада, потому что, если я просто положу кабель и потом еще кафель украдывать начну, то будет перепад. Чтобы был ровный переход с ламината на кафель, придется теплые полы вштрабливать. Так, ну что, здесь вот будет короб, закроет вот эти трубы из гипсокартона. Здесь будет кухонный гарнитур стоять. Ну, здесь еще, когда кухонный гарнитур купят, то есть не купят, а когда сделают чертеж гарнитура, где что как будет, здесь уже определимся по розеткам, где на плиту, где на... там приборы на какие-то, на какой высоте. Единственное, вот здесь вот пока под холодильник, что здесь вот розетка будет. И под телевизор, вот здесь вот кабель под антенну и под телевизор. Также вот вытяжка где-то вот здесь вот. Вытяжку, скорее всего, придется... Потолки будут натяжные, поднимать под поторок и уводить гофрой на вентиляционное отверстие. Так, ну что еще здесь? Ванная, вот так, туалет. Пока вот так все выглядит. Тут будет вот зашиваться гипсокартоном. И вот эта стенка, тоже она вровень будет зашиваться гипсокартоном. Трубы пойдут также понизу. Трубы пойдут в основном... Так, ну здесь, наверное, все-таки будет небольшой короб. Под канализационную трубу, чтобы ее там не уводить прям туда сильно. Так, ванная комната. Ну здесь, что здесь у нас... Где-то будет стиральная машинка вот здесь. Здесь будет мойка. И здесь полукруглая, в этом углу душевая кабина. Вот так вот как-то стоять. То есть здесь тоже будут подводиться трубы, перепаиваться. Ну это все я сам буду делать. Так, и вот здесь вот будет выравниваться стенка. Вот, то есть вот... Ровно будет вот так вот зашиваться гипсокартоном. Чтобы не было вот этого вот перепада. Так, ну полотенчик тут уже переварили. Пол будет так же подливаться в уровень, чтобы перехода не было. То есть все равно будет скафеля, но раминат. Так, потом сказали, что вот здесь будет камень на коронных. Так, что еще? В общем-то все, двери. Так, частично тут уже что-то заштукатурили, кто-то что-то делал. Но тут я так понял, что что-то не понравилось. И позвали меня потом. Так, ну в принципе все. На этой квартире расскажу, каким инструментом я пользуюсь. Вот, привез вчера частично. Так же мне еще должны доставить компрессор. Штукатурную станцию, сколько ковшом, с текстурным пистолетом. Я когда выражил видео по штукатурке, штукатурили они у него стен быстро, ручным способом, столько было критики, что, ну как бы я вот единственное, не знаю, почему такая критика, я в принципе сразу вроде бы сказал, что это все-таки ручное нанесение, а не там какими-то инструментами такими, не механизировано. То есть это действительно, насколько я знаю, самый быстрый способ ручной. Но сейчас, ну, я к критике отношусь, с философией, скажем так, как буддисты относятся. То есть когда тебя критикуют, это хорошо, а когда тебя хвалят, это наоборот плохо. Поэтому взял на заметку, заказал с Москвы мини-штукатурную станцию. Я, когда она придет, я буду сравнивать, действительно ли, насколько она ускоряет процесс отделочных работ. Так бы я ее, может, и не стал заказывать, но посмотрел, что от этой штукатурной станции, она весом всего 50 кг, то есть я так, ну, специально смотрел, что можно было работать в одного, чтобы можно было привезти на машине, поставить, ну, все это самому сделать, подцепить. И там идет как хопер-корш, он штукатурит стены, плюс идет текстурный пистолет, с помощью него как можно бунтовать, шпаклевать, красить. Ну, то есть так прикинул, что, скорее всего, будет все-таки ускорение работ. И я буду сравнивать вручную, как делать, как при помощи штукатурной станции, насколько ускоряются отделочные работы. То есть кому интересно, ждите видео. Буду украдывать. Ну, и также по инструменту прибегу, сколько не пользуюсь. Я не пользуюсь Hilti. У меня не настолько богатые клиенты, потому что у нас в средних городах по России клиенты не так живут хорошо, как в Москве. И поэтому задержать цены, как в Москве, я, в принципе, не могу, потому что у меня просто будут все отказываться. У меня и так они средние цены. И тут для многих они дорогие, хотя с качеством, каким я делаю, я бы не сказал, что это какие-то дорогие цены, даже в общем, в принципе, не добрые. Ну, в общем-то, все. Используем новое видео. До свидания. Пока.